добрый день друзья не добрый день вам не другим здесь верка сердечко давая интервью в латвии там прошел недавно фестиваль лайма вайкулин юрмале наехала на меня сказав что я продавал котика в эфире имею ввиду мой проект прав 24 которым я пристраивал приют в ходу в прямом эфире не буду повторять после я записал просто отдельный сюжет про это просто аргументы и факты попросили меня ответить на сердечки отдал небольшое интервью там с верху сердечки вы подговор перешел на зеленского я напомнила так вот я видел зеленского в двенадцатом году когда он мечтал обосноваться на российском телевидении я напомню что он вел новогодние гонки на канале россия с максимом галкиным который сейчас признан иностранным агентом и тогда же в этот период я как раз начинал свой проект вот этот с котиками правда 24 назывался вот в этот же период он записал несколько выпусков программы а магия который не вышел в эфир этот проект так не появился на канале россии он делал и вместе с татьяной лазарь который тоже признан иностранным агентом еще экстремистами террористы и объявлено в розыск насколько я понял так вот он записывал этот проект повторю тогда он не появился в эфире но после того как в ленте стал президентом канал нтв выкупил права на записанные выпуски и от эфире без особого как как бы шума и резонации это прошло к чему это я потому что в этом интервью рассказывал о деленском естественно упомянул и лазарев и много вопросов по поводу того чем занимается сейчас иностранный агент террорист экстремист татьяна юрьевна латарин я хотел бы просто коррективу небольшой потому что в газете в аргументах и фактор там было рассказано что она мне в эфире прямом рассказала о том как она появилась координационном совете оппозиции как вообще стала оппозиционером это не совсем точно у нас разговор был о другом я опять же фрагмент оставлю наши той беседы давний тринадцатого года просто фуарах гримерки гостевой часто с гостями беседуешь чтобы понять о чем можно говорить о чем нельзя я в частности тогда спросил его как ее занесло в традиционный совет оппозиции и она рассказала что просто борис немцов ей позвонил и сказал что знаешь у нас там 40 мужиков включая все уж и собчак совете а баб не хватает было бы здорово если бы ты к нам примкнул она заодно поставил условие что и ее тогдашний супруг михаил шар тоже признаны сейчас с иностранным агентом войдет в этот координационный совет в аргументах и фактах упоминания ксюша собчак опустили потому что но это путинской любимицы понимаю коллег что они хотят лишний раз вот и и тогда в коррекционный совет там были приглашены там три дамы у меня романова ну собственно лазарева еще кто-то не помню то сразу же вышел вот во первых нюанс что будучи таким совершенно официальным оппозиционером татьяна юрьевна получала эфир на государственном канале ее приглашали потому что я должен напомнить что в принципе это прерогатива редакторов продюсеров приглашать гостей то есть я могу сказать что мне было бы интересно с кем-то поговорить но не могу пригласить у меня есть право бета с другой стороны могу отказать с кем-то беседу но в принципе приглашают продюсер это потому что вообще почти все иностранные агенты которые были у меня в эфире их много было они в основном появлялись с подачи руководства ну кроме и на стороны андрея вадимович макалевича которую я очень давно знал и ценю как человека который внес огромный вклад в формирование культурного ландшафта странный совершенно не разделяю его обозрение нынешних во всяком случае очень огорчен что он вот оказался там где он оказался не будем называть это место конкретно и речи не обыграть но песня совсем не о том вот про лазарев вот лазарева совершенно я повторю случайно оказалась в оппозиции с подачи бориса нецова там бы комитете навальный еще много людей кое-кто из тех кого вот на днях обменяли а чем занимается лазарева я вернулся к вопросу которые задали читатели газеты аргументы так и я поясню я в силу профессионального любопытства отслеживаю ее телегу вот последнее чем она занималась она продавала лозу и это благотворительность она продавала вот и собирали деньги для украинских детей что это были заводы это какие-то в основном поделки я обратил внимание на лот со стартовой ценой 100 евро который так и не был никем приобретен насколько я понимаю это поздравление еще одного иностранного агента макса покровского лидера группы ногу с его поздравления может доказать любой человек чтобы он его близкий родственник пыль его самого поздравил за 100 евро еще раз повторю это плотный ушел и татьяна юзова жалуюсь что она не собрала желаемую сумму от 10 тысяч евро вот так они живут сейчас иностранные агенты не все так живут у некоторых совершенно другие масштабы я напомню что иностранный агент максим галки недавно провел на острове хома дачи условно говоря в роскошной усадьбе принадлежащий русский свадьбу франки не знаю за кого она вышла гонора у него составил 100 тысяч евро это 10 миллионов рублей я должен просто напомнить что это примерно зарплата за всю жизнь допустим вот сотрудник мчс в сибири получает 15 тысяч рублей то есть это ну меньше 200 тысяч рублей в год то есть соответственно 10 лет надо работать чтобы 2 миллиона заработать и нет что-то я путаю да значит 15000 на 12 это 180 считайте что 200 200 до 5 лет надо работать что-то миллион значит соответственно действия ли он там 50 лет работы 50 лет или недавно вот был скандал с участковой который из полиции слили после того как она записала такой степный для запрещенный у нас соцсети ролик про сорокет который она получает 40 значит 40 тысяч зарплата участкового полицейского стало быть это полмиллиона в год и чтобы те же 10 миллионов надо 20 лет проработать 20 лет проработать в полиции иностранные агенты очень многие пусть такой же ценник допустим иностранного агента андрея вадимович макаревич вот иностранные зарабатывают это за день за несколько часов так что по-разному сложился финансовый расклад у южантов но у татьяна юровина не очень насколько я понимаю ну вот и сейчас я оставлю отрывок как я обещал из нашей давней беседы тринадцатого года и из ее телеги пару проблем это бывшая теперь уже сотрудница полиции из ростовской области ольга гайдукова 28-летняя девушка работала участковом новочеркасске и параллельно как впрочем и многие вела свою страничку в одной из социальных сетей в основном постила смешные ролики и красивые фотографии до поры ни у кого претензий к блогу ольги не было пока она как-то не опубликовала вот этот ролик на беду этот ролик залетел в рекомендации набрал миллион триста тысяч просмотров 23 тысяч лайков и почти 25 тысяч репостов попался он на глаза и у оленому начальству им шутки про зарплату показались не смешными ее вызвали и потребовали удалить причем не только этот ролик но и всю страничку не ну что комментарии не читаете какая мне должность вам воды с такими губами и ногтями но в самом деле только если уборщицы пойду и все тогда только комментаторы будут довольны блин опять наверно будут недовольны как же я с такими ногтями то буду полы мыть ольга отказалась удалять страницу тогда и сказали писать рапорт что она и сделала сразу после этого ее уволили но благодаря сми аоли узнали по всей стране и теперь ей пишут десятки сообщений со словами поддержки она кстати всем отвечает конечно спасибо большое но мне кажется вы мне льстить потому что насколько я знаю и видела девочки мы взлетаем насколько знаю и видела у нас в мвд очень много красивых сотрудниц при этом ольга говорит что не сильно-то и расстроена но чем будет заниматься дальше пока не решила мне так как интересно вы бы знали сама не знаю все что меня ждет а ну в принципе там в комментариях опять же пишет что панель с такими губами только туда тогда скажите мне татьяна вот существует такой тезис что в принципе не женское дело вообще смешить что благотворительностью тоже заниматься сам не был нет благотворительность как раз наоборот я считаю вот это уже действительно мое мнение это серьезный просто вопрос мы к нему вернемся сейчас вот просто о профессии вы считаете почему так сложилось такое мнение что женщины могут смеяться они могут смешить но они не могут генерировать вот смешное то есть вот писать сценарии допустим смешных фильмов и действительно если мы посмотрим на стендап комедии в общем женщин там ну мы про автора мировую отрасль и про и про авторов сценаристов про тех кто исполняет значительно меньше чем мужчины это что это заговор сексистов да это не знаю заговор там кровавые гибни гибни сионистов почему так сложилось но это совершенно понятно по вполне объяснимо что женщинам вообще не свойственно и им не хочется никогда быть смешной и поэтому это очень сложно поэтому все те единицы которые в этом жанре все-таки появляются это скорее исключение из правил конечно же потому что женщин девушки они всегда хотят быть милыми симпатичными чтобы над ними смеялись конечно никто не хочет поэтому здесь можно даже когда смеются над объектами когда объект смешит ну послушайте всегда когда девушка выходит на экран и хочется видеть себя там красивой роскошной стройной обаятельные привлекательные они то чтобы на не ржала вся страна в основном хотя конечно комедий woman как вы их назвали они действительно существует но правда это такой скорее исключение то есть вы считаете что это никак не связано условно говоря с каким-то ну биологическими аспектами что в принципе вы женщина устроены так же как мы мужчины вот в этом смысле и просто вот вы не хотите быть смешными а мы хотим но не знаю мужчина по-настоящему смешных тоже не так много но по крайней мере они меньше этого боятся мне кажется стесняется потому что действительно для девушки чтобы вот органично чтобы над ней смеялись их всегда было мало и в кого не в общем было мало таких было было четкое разделение на каких-то там девочек которые просто произносили реплики были симпатичными да когда давали там какие-то смешные слова вот и а были те которые могли действительно произнести шутку ну и собственно таких не так уж и много было не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24 недавно избранный президент украины владимир зеленский разве это проблема это не проблема были бы деньги всегда знал толк фокуса и так внимание обычные 100 долларов видишь всем салям или как и так владимир ваше отношение к валюте сша мы поняли уже новое шоу магия ведущий всенародный избранный президент украины владимир зеленский сейчас на этой сцене начнется такое с 3 мая в двадцать три двадцать на нтв так 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 я пока пойду посчитаем я в этот раз меньше часов что ли дала в прошлый раз было до 6 вечера в общем я пойду посчитаю сколько мы собрали а вы пока посмотрите еще раз все лот и вдруг что-то забыли ехай нахуй ехай нахуй ехай нахуй ехай нахуй навсегда ехай нахуй ехай нахуй ехай нахуй ехай нахуй ехай нахуй